Дорогие зрители канала Амбассадор Уютного Дома, я вас приветствую в новом видео и небольшое отступление. Это видео я снимала неделю назад. Я понимаю, что сейчас не очень актуально развлекательный какой-либо контент, но так как видео уже отснято, я решила его выпустить. Это видео мы снимали вместе с сыном в парке и это видео будет про одежду. Многие просили, как правило в обычной жизни я нашел вполне вот такие базовые вещи, например, этот свитер, но у него есть современная такая изюминка, это полоска и небольшая молния сверху. Я ссылку оставлю, либо артикул, покупала его на сайте Wildberries, он достаточно бюджетный. И сегодня, как вы поняли, будет видео про одежду, про стиль, про гардероб. Много что из своей одежды, своего гардероба я покупаю в магазинах Second Hand. Но это, как правило, либо новые вещи, либо вещи в хорошем состоянии. И сочетаю их с современными украшениями. Вот, кстати, на мне сейчас платье от бренда, который называется Gary Weber, по-моему так. И я его покупала очень давно, еще до беременности, а потом просто укоротила, и на время кормления это платье было для меня очень актуальным. Сейчас его ношу. Мы с вами находимся в магазине сейчас Second Hand, который называется Крем. И здесь довольно таки продаются современные актуальные вещи, как я и сказала, многие из них современные бренды. Есть отдельный рейл с винтажной одеждой. Одежда вся, как правило, в хорошем состоянии, она отглажена и хороший состав. Вот, например, этот свитер состоит из шерсти. Еще нашла один кардиган. Стоил он в районе где-то 600-700 рублей. Тоже его примерила. Но так как у меня есть похожий, я, конечно, не стала приобретать. А так, в принципе, кардиганы, конечно же, сегодня остаются актуальными. Их можно сочетать много еще с чем. Вот как раз показываю вам пример такой винтажной олимпийки. И всегда, прежде чем иду в Second Hand, я стараюсь поподробнее знать о современных трендах. Вот сейчас показываю вам сумку с бахромой. Бахрома тоже один из трендов 22 года. Она была на показах многих известных дизайнеров. И была бахрома как в аксессуарах, так и в одежде. Использована. И, мне кажется, этот тренд, он уже когда-то был. Может быть, 2005-2006 год. Напомните мне. Горох, мне кажется, в тренде вообще в любую, как говорится, погоду. И эта блуза из вискоза, она стоит 500 или 600 рублей. Была тоже на рейли с винтажной одеждой. Ну и горошек. В свое время горошек очень любила Леди Ди. Мне нравится ее стиль. И, знаете, горох очень часто я тоже ношу. В этом году купила юбку с Wildberries. Слева оставлю артикул. И справа это платье. Но цветочек, он как бы выполнен в виде гороха. То есть издалека кажется, что это не цветок, а горох. Сейчас в очень многих брендах как раз-таки тоже есть такой принт. Блуза из винтажной одежды. Я ее потом примерю в примерочной. И вообще все свои образы покажу вам в конце. Она мне не подошла именно по крою. То есть она снизу облегает. Поэтому мне хочется, конечно, такой немножечко свободы в одежде. Еще одна блуза без рукавов. Черная. У нее очень классная сзади кулиска. Тоже на рейли с одеждой. Я ее примерю. В итоге, конечно же, я ее куплю. Она в очень хорошем состоянии. В этих секонд-хендах сети крем есть очень много вот такой брендовой одежды. Но я сюда как бы не за брендами хожу, а за хорошими составами, за интересными моделями, но и за хорошими ценами, конечно же. Джинсы, как правило, они тоже либо от известных брендов с хорошими составами, но они немного, так скажем, не в тренде. То есть, в принципе, многие из них либо порванные, либо вот так вот потертые. Но одни все-таки джинсы от Виктории Бекхэм я нашла. Единственное, они не подошли по длине. В итоге их купила. Покажу тоже образы в конце. Нашла вот такую классную курточку от бренда Геокс. У меня, кстати, много обуви от этого бренда. Вообще, вот все, что касается обуви. Да, пальто Гес, но не с актуальным кроем. Закончу свою мысль. Что касается обуви. Обувь в секонд-хендах я практически не покупаю. Наверное, ни разу не покупала. Но в этот раз я нашла абсолютно новые балетки. Вот такие из 100% кожи. По-моему, это какой-то американский бренд. Вот посмотрите, у них абсолютно не стертая подошва. То есть, они реально новые. Но был 35 размер. Вот я честно признаюсь, я бы с удовольствием эти балетки забрала. Потому что они достаточно по гуманной цене были. И вы знаете, вот очень приятно была удивлена, когда нашла эти балетки. Хоть и многие на Яндекс.Дзен как-то так меня отругали за эти балетки. Не знаю, мне они очень понравились. Итак, я уже в примерочной. И, как вы видите, примерила джинсы, подвернула их. И эту черную блузу в итоге я все это куплю. Блуза прекрасная. Вот она может использоваться как жилет. Мне очень актуально. Вообще обожаю жилеты. Вот эта блуза тоже мне понравилась. Но, как я и сказала, не очень актуальна у нее снизу кроя. Наконец, ее завязать, либо заправить. Кстати, все, что касается приталинных одежды, приталинных жакетов, сейчас это тоже становится актуальным. Немножечко уходит сейчас тренд на оверсайз. Мы возвращаемся к 2000 годам. К средней посадке джинса, а не высокой. Но выбирайте, конечно, все то, что соответствует, так скажем, вашей фигуре. Потому что мне, например, подходит все-таки высокая посадка. Итак, какие же комплекты я составила. Как я и сказала, мы пришли в парк с сыном специально, чтобы снять это видео. Мне здесь помогал. Ну и вот посмотрите, я взяла одно очень современное пальто. Пальто-рубашка. Его можно либо просто развязать, либо завязать, приталить. И сочетаю вполне с джинсами из 2000-х джинса Клёш. Вообще джинса Клёш, мне кажется, это очень такой классный пример того тренда, который вернулся. И того тренда, который очень хорошо сегодня можно стилизовать. Кстати, этот кожаный пояс я покупала в одном из таких черити-шоп, да, благотворительный магазин. Я оставлю адрес его здесь снизу, как-то я снимала уже там. И вот посмотрите, современные джинсы Клёш, чем их можно стилизовать, как я и сказала. Я думаю, что джинсы Клёш подходят большинству женских фигур. Но только нужно их как-то правильно, так скажем, завязать, да, вот даже с таким приталенным, вполне себе офисным жакетом. В то же время я могу сказать, что, в принципе, можно и на работу в таком пойти, ну, в зависимости от того, какая, конечно же, у вас работа. Если у вас есть, например, черная рубашка, даже рубашка, возможно, вашего мужа, вашего папы, вот так вот можно ее сверху накинуть, либо на футболку, либо завязать. Завязать очень классный способ. Я показывала как-то на одном из своих прямых эфиров, как можно завязать классную рубашку. Ну и сверху на блузу из манго, это старая коллекция, так как блуза прозрачная, под нее я надела телесное боди, тоже заказывала на Вайлдберрис. И вот та самая блуза без рукавов, которую можно использовать как жилет, она завязывается как раз-таки сзади на такую небольшую кулиску. Очень такая классная вещь, и, кстати, для кормящих мамочек, хотя я такой уже не являюсь, но, внимание, девушки, не надо ходить ни в какие специальные магазины, покупать эту дорогущую одежду, отправляйтесь секонд-хенд. На мне сейчас серьги из винтажного комплекта с бирюзой, которую подарила мне моя свекровь в этом году, на день рождения. Несмотря на то, что это комплект, я его разъединила. Серьги винтажные и довольно современные у меня украшения. А вот теперь я, наоборот, здесь надела современные серьги от бренда Boho N, и кольцо поменяла, наоборот, на винтажные. То есть, вы, я надеюсь, поняли, да, мой посыл, можно очень легко сочетать винтаж с современными украшениями. А здесь вообще чокер из бисера, он, по-моему, 2000 года мы его с сестрой вместе делали. Я этот чокер довольно часто беру, когда мы едем на море. Часики, чайка, которую я купила, тоже сочетаю. Они винтажные, 91 года. Это винтаж уже, безусловно, ему 20 лет есть. И сочетаю с современным вот таким украшением из бисера, тоненьким. Они тоже очень актуальны. Кстати, это украшение я купила на сайте Алиэкспресс. Ну, можно самим сделать. Тоже современное кольцо. Такой вот у меня был браслет из шунгита, который я сейчас тоже активно ношу. И, в общем, могу сказать, что у меня немного украшений, но все их я очень часто использую. И, как вы знаете, я за то, чтобы вещи работали, чтобы мы их носили. Я всегда говорю об этом. Мы очень хорошо провели этот день с сыном. Всегда берем с собой термос, бутерброды, какие-нибудь вкусняшки. И спасибо этому дню. Сейчас еще покажу вам некоторые образы, которые я тоже составила. Я их составляла в день, когда ходила на блошиный рынок. Прямой эфир есть тоже на моем канале недавно, который я провела после. Знаете, вот тот комплект, который я составила. Это первый комплект был с жакетом в клетку. Я его тоже покупала, по-моему, на Wildberries. Вообще много одежды куплено там. А джинсы из магазина Second Hand. Как вы поняли, это джинсы Виктория Бэхэм. Я просто отдала их в ателье, и они мне укоротили. И сочетаю, опять же, с кожаной косухой. Кстати, сейчас кожаные косухи второе свое, так скажем, рождение переживают. И снова они актуальны стали. Несмотря на то, что в прошлом году я меньше видела девушек в кожаных косухах. В этом году я много видела девушек таких 40 плюс и 50 плюс кожаных косуках. И, конечно, это очень здорово смотрится. Я всех благодарю, что были со мной в моем видео. Если кому интересна тема винтажа, блошиных рынков, переходите в видео по ссылке, которое я здесь оставлю обязательно. И пишите, носите ли вы одежду Second Hand, покупаете ли. И, возможно, интересуетесь вот такими винтажными трендами. Спасибо всем за ваше внимание. И всем пока!